Новый учебный год, новые школы и старые проблемы. Горячее питание малышам стараются обеспечить повсюду. Только вот добираться до школы далеко не всем просто. Мусорные острова горных рек. Реальность не заморская, а наша – дагестанская. Кто виноват и что делать? Узнавали мои коллеги. Сквер Шахидов украсил север столицы. На месте выжженного пустыря теперь современное общественное пространство, благоустроенное по инициативе Муфтията Республики. Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ и я, Муран Ахмедов. В начале недели в школах по всей стране прозвучал первый звонок нового учебного года. Школьный порог переступили и 427 тысяч дагестанских учеников. Впервые сели за парты – 55 тысяч первоклассников. Новый учебный год встретил ребят в новом формате, без праздничной линейки. Однако в некоторых образовательных учреждениях праздник знаний все-таки состоялся, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. В Дагестане свои двери открыли семь новых школ. В школе номер 26 города Махачкалы 1 сентября открыли блок-пристройку на 604 ученических места. В открытии принял участие и глава Дагестана Владимир Васильев. Он осмотрел новые классы, спортзал площадью 432 квадратных метра, актовый зал на 650 мест, медицинский блок, который состоит из четырех оборудованных кабинетов. Появление нового корпуса позволит перевести в односменный режим школьников, обучавшихся там в три смены. По итогам осмотра глава республики напомнил, что в регионе за последние три года существенно увеличилось финансирование сферы образования. У нас существенно увеличилось финансирование образования за последние три года. Я думаю, это видно и по школам, и по таким вопросам, как мы второй год выдаем по миллиону педагогам, которые выражают желания и которые отличились в учебной. Это не просто поощрение. Закупаются автобусы. Мы, по сути, заменили. У нас уже нет автобусов старше 10 лет. То, чего потом так было опасно и правда. Их нет уже, просто мы их заменили. И очень приятно, что мы это делаем в значительной части за свой счет. Хотя процент такой, приблизительно 70% дает федерация. Так, то есть около 30 делаем, закупаем. До конца года, по словам Васильева, в регионе откроют еще 18 школ и 26 детских садов. 90% школ республики обеспечены горячим питанием. Такие данные были озвучены в ходе совещания в правительстве региона. Обсуждение организации питания для школьников состоялось под руководством главы Дагестана. По его словам, учитывая расширившееся меню, решается вопрос об увеличении численности персонала пищеблоков. Это в какой-то мере будет способствовать и решению проблемы с созданием новых рабочих мест. Я тоже был 1 сентября на открытии школы нашей, корпусы школы. Очень приятно, конечно. Большое дело сделано. Три с половиной, почти тысячи учащихся. И только на 300 человек их стало больше. Школа давно, с хорошей традицией. Очень хорошая школа. Но в разговоре с работниками пищеблока, казалось бы, 3,5 тысячи детей. Всего 300 добавилось. Они как-то не справляются. Почему? Потому что если раньше цена питания была незначительной, сейчас она увеличилась в разы. Чем кормят детей в школах Дагестана? Чтобы выяснить это и проверить организацию питания школьников, в республику прибыла заместитель министра просвещения России Екатерина Толстикова. Рабочая группа провела специальный мониторинг ситуации в школах Хасавюртовского и Кизелюртовского районов. Об итогах поездки в сюжете Хадижи Курбановой. У нас сегодня в меню гороховый суп, гречка с котлетой, а на десерт у нас пряник с грушей и компот из кураги. Питание по расписанию. Дети в начальной школе каждый день в порядке очереди бесплатно получают горячие блюда. Ученики, обучающиеся в первую смену, приходят на завтрак, а те, кто во вторую – на обед. Оценить качество и проверить безопасность блюд в район прибыла рабочая группа во главе с Екатериной Толстиковой. Качество блюд в школе села Петраковское и в новой школе в селе Теречное Хасавюртовского района, по словам замминистра просвещения, не вызывает опасений. Последнее общеобразовательное учреждение выбрано не случайно. Школа в Теречном построена по поручению президента страны. Здесь довольно большое село, это Хасавюртовский район Республики Дагестан, около тысячи жителей в этом селе. И здесь функционировала старая аварийная школа на 120 мест. Ребята учились в три смены. Сейчас это новая школа, 300 мест, первая смена. И мы сегодня приехали посмотреть, как организована здесь работа. Делегация проверила состояние пищеблоков и столовых в новой школе, встретилась с поставщиками продуктов, поварами и родителями учащихся. Родители, кстати, также обеспокоены вопросом, чем и как кормят их детей. Поэтому наиболее активные помогают в контроле за качеством питания. То как приходилось учиться в прежнем здании, и какая там была столовая, они вспоминают как страшный сон. Раньше у нас пищеблок был, да, находилось все в одной комнате. И повара, и дети. Умывальников, если ручной поставили, и все. У нас не было умывальников, у нас не было вообще элементарной гигиены для детей. Мы реально боялись. У нас очень активный родительский комитет, и постоянно даже сейчас хотим создать, сделать график, чтобы каждый день кто-то приходил, посмотрел, проверял качество питания, и вовремя, и меню будем проверять. Детское питание, согласно закону, должно быть здоровым. Никаких вредных добавок, усилителей вкуса, ГМО и других опасных для здоровья веществ. Кроме этого, в меню не допускается включать повторно одни и те же блюда в течение одного и двух последующих дней. Ну а пока Роспотребнадзор регулирует соблюдение всех вышеназванных правил, ученики делают свои заказы. А вот что бы тебе хотелось, чтобы тебе там дали брус? Рыбу, рис, чай, яблоко. А еще, что ты еще любишь кушать, расскажи. Ну, я люблю еще пиццу. Чем бы ты хотел, чтобы тебя накормили столом? Ну, например, не знаю. Ну, что ты любишь кушать? Люблю шаурму. Шаурму? Да. Отметим, что финансировать питание в школах будут за счет средств из федерального и регионального бюджета. В проверку качества питания школьников инициировала Минпросвещение России во всех регионах страны. В Дагестане они пройдут в 14 наиболее отдаленных муниципалитетах республики. Хадижа Курбанова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Хасавертовский, район. Минстрой Дагестана не освоил более 10 миллиардов рублей. По данным издания АИ в Дагестане, об этом сообщил председатель Народного собрания Хизиших Саидов на совещании по вопросам социально-экономического развития республики. Это значит, что не были созданы дополнительные рабочие места, не построены новые школы и детсады. Как отмечается в публикации, в профильном ведомстве отказались комментировать заявление председателя Дагестанского парламента. Тем временем Дагестан вошел в первую десятку самых спортивных регионов России. Рейтинг регионов, где систематически массово занимаются физической культурой и спортом, опубликовал Минспорт России. По их информации, в Дагестане физкультурой и спортом занимаются около полутора миллионов человек. Это девятый показатель среди регионов страны и лучший по СКФО. Лидируют в десятке лучших Москва, Московская область и Краснодарский край. Археологическая находка у себя дома. Житель села Уркарах Дагедаевского района нашел старинные кувшины и древние предметы прямо в собственном дворе. Находки, представляющие археологическую ценность, были обнаружены во время ремонта. На глубине 5-6 метров хозяин дома наткнулся на две комнаты с мебелью, на которых лежали старые кувшины, а по самой комнате были разбросаны кости. Представители администрации района вызвали на объект команду археологов для того, чтобы идентифицировать датировку, происхождение и функции объекта. Сепараторный поселок Махачкалы обогатился на неделе новым парком, точнее единственным в округе, открытие которого без преувеличения ждали все. На торжественную церемонию пришли сотни людей, взрослые и дети. Облагороженную территорию, где раньше стояло здание сгоревшего 18 лет назад интерната, назвали сквером шахидов в честь погибших детей, а также в память о других дагестанцах, отдавших своей жизнью ради благополучия родного края. На открытии сквера побывал наш корреспондент Хамза Нурмагомедов. Моя мечта сбылась, долго ждала этого дня. Это мама одного из тех ребят, которые 17 лет назад в школе-интернате оказались в огненной ловушке. К сожалению, ее 10-летний ребенок в ту трагическую ночь не смог спастись. В память о нем и всех тех, кто покинул этот мир при пожаре, на месте трагедии муфтия Дагестана обустроил сквер шахидов. Позвольте поприветствовать всех собравшихся в этот значимый для всех нас день от имени муфтия Республики Дагестан, шейх Ахмад Афанди Абдулаева и всех сотрудников муфтията. И сегодня мы с радостью можем сказать, что готовы к открытию этого сквера. Те, кто тогда, будучи совсем юными, учился в интернате, сегодня, повзрослев, вспоминают ужасные события той ночи и ушедших в мир иной одноклассников. Однако они радуются, что имена погибших не забыты, и территория, где развернулась трагедия, стала памятным местом и не осталась заброшенной. Здесь не построили многоэтажные живые здания и коммерческие объекты, а возвели уютный парк, который будет теперь напоминанием о трагедии и символом надежды на будущее. 11 лет назад, когда еще будучи муфтият, Ахмад Ахаджи сказал, что он теперь наш старший брат, и он один из нас. И какой бы поспорник к нему не обращался, он всегда оказывал нам поддержку. Когда мы обратились в муфтият по поводу парка в этом месте, он нас верует, что возьмет этот вопрос под свой контроль. И вот теперь мы все собрались здесь, чтобы открыть этот прекрасный парк в памяти нашего погибшего брата. Мы очень переживали за это место, нам было очень больно и грустно. Сегодня такой знаменательный день, мы очень рады, что здесь обустроили сквер. На открытие сквера пришли сотни людей, взрослые дети, на лицах у собравшихся искренние улыбки. Теперь здесь можно покататься на качелях, позаниматься спортом и просто спокойно провести время с семьей. Очень давно ждали этот парк, это единственное место в этом районе, где можно с детьми погулять. Очень рады, почти весь видеть, весь район вышел на улицу. Рады, что построили его, что еще сказать. Спасибо всем, кто принимал участие. Работа огромная, я надеюсь, все сохранится и все будет процветать, все лучше и лучше здесь будет, да, приятно будет отдыхать нам, жителям. Хотел пожелать нашему миру, короче, чтобы таких скверов здесь, таких парков, короче, чтобы через хотя бы два-три квартала что было. Это такие красивые места. Я больше нигде не видел, начиная с центра города до конца города, нету больше таких местов. Благоустроить территорию удалось в первую очередь при помощи волонтеров, общественников и меценатов. Им вручили заслуженные благодарственные письма и памятные подарки. Мэр Махачкалы, который поддержал идею и содействовал в реализации проекта обустройства сквера, обратился к горожанам на торжественном открытии. Еще недавно мы не могли представить себе, что махачкалинцы могут спокойно гулять в парках. А сегодня мы открываем новое общественное пространство. Те места, где можно дополнительно гулять, нам уже не хватает места, где проводить достойно досуг. И в этой части это, конечно, незаменимо. Не просто создавалось это место, и я благодарен и Муфтеатр Республик, лично Ахмад Хаджи Афандей. В этот поистине праздничный день для жителей столицы. Здесь звучали строки из Корана, стихи и нашиды. А детишкам устроили развлекательное представление. Аниматоры, игры и конкурсы порадовали малышей, пришедших на организованный для них праздник. Ребята, давайте мы познакомимся и поздороваемся. А ребятам из малообеспеченных семей, которые в этом году намерены отправиться в школу, благотворительный фонд «Инсан» также подарил портфели со школьными принадлежностями. Дай вам здоровья, счастья! В новом парке посажено более 50 деревьев в честь погибших религиозных, государственных и общественных деятелей, журналистов, словом и делом отстаивавших идеалы добра и справедливости и не поступившихся своими принципами. Также более 30 кипарисов высажены в память о детях, чьей жизни отнял тот злополучный пожар. Как отмечают организаторы, работа по обустройству парка будет продолжаться. А это место станет новой зеленой точкой на карте Махачкалы, куда люди будут стремиться прийти, чтобы отдохнуть и вспомнить тех, благодаря кому сохранялись мир и благополучие в республике. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Дистанционное обучение – для кого-то благо и современный образовательный формат, а для других – ломка традиции. Пандемия уравняла сторонников и противников такой практики, ибо не оставила никакого выбора и вынужденно усадила по разные стороны мониторов всех, кто за и против такой очно-заочной формы обучения. Каким новым опытом обогатился онлайн-формат за время пандемической практики и каковы перспективы развития этой формы обучения, узнавали наши корреспонденты. Новые карантинные меры и дистанционное обучение в школах в конце сентября – правдивы ли эти настойчивые слухи? Подобные домыслы распространяются в последнее время в интернет-пространстве, будто бы грядет вторая волна заболеваемости, которая вновь переведет школы на дистанционку. Опасения есть до сих пор, что, может быть, закроют, опять будет дистанционно. Это волнует, конечно, очень тяжело. Школа вообще онлайн будет или пойдут? У меня первый класс, внук. Так что я даже не знаю, пойдет он в школу, не пойдет. Я не хочу в школу. Ну, здрасте. Нет, нет. Дома лучше. Ты хочешь на онлайн-обучение? Всегда. Есть риск? Ну, а что теперь делать? Другого выхода нет? Нету, нету, да. Официально никто ничего не объявлял. А так, я думаю, учитывая, что больных сейчас каждый днем становится больше, и в центральной больнице, и в первой городской больнице уже новые отделения открывают. Родители, которые оказались между слухами и реальностью, как между молотом и наковальной, уже не верят никому и на всякий случай готовятся к новой дистанционке. Как говорится, готовы учиться по стареньке, до первого чиха, а потом, может, и снова по домам. Судя по динамике прироста больных COVID-19, статистика только подливает масло в огонь сомнений. Кроме того, помимо коронавирусной угрозы предрекают еще и приход новых штаммов гриппа. А вот статистика опроса, проведенного популярным дагестанским еженедельником. Цифры говорят о том, как люди представляют себе планы на осень в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, какие меры следовало бы предпринять при неблагоприятном сценарии развития событий. Так вот, большинство из голосовавших за закрытие школ, переходное дистанционное обучение и соблюдение строгого режима. А 78% и вовсе предрекают, что новой волны дистанционки не миновать. Сразу после начала пандемии случился тотальный переход на онлайн-обучение. Многие из родителей не были к такому готовы, так как понятия не имели, что это и как справиться самостоятельно с таким объемом задач. Во время карантина общеобразовательная школа Дом Знаний успела применить свой наработанный опыт дистанционного обучения с 20 тысячами ребят, причем бесплатно. Из-за непонимания в классических школах процесса дистанционного обучения столкнулись люди с тем, что образование проходило, грубо говоря, в мессенджерах. В этой связи наша школа Дом Знаний, приняв к себе около 21 тысячи учеников со всего Дагестана, показали процесс, как он в принципе должен происходить. Здесь, в онлайн-школе Дом Знаний, ученики могут присутствовать на уроках в режиме реального времени, не выходя из дома, находясь на связи с квалифицированными педагогами. Большим преимуществом такого обучения является то, что родителям не нужно обучать детей собственными силами или нанимать репетиторов, которые не всегда обходятся дешево и результативность их тоже подчас спорна. Определяется как раз таки траектория развития, психолог проводит собеседование с ребенком и, естественно, каждую четверть получают родители отчет от психолога, от педагогов, где рассказывается о том, насколько эффективно он освоил программу за текущий период времени и на что следует обратить внимание, то есть рекомендации со стороны наших специалистов. По мнению специалистов, онлайн-школа важной составляющей в работе с ребенком является грамотная психологическая работа. Такой подход может вовлечь и в обучение даже не очень мотивированных детей. Уделяется тотальное внимание ребенку в этот момент. Не только ребенок, в любом случае человек тоже чувствует, я нужен, я есть и мне уделяется это внимание. Когда педагог вот это время уделяет именно этому ребенку, ребенок растет в это время, потому что ребенок может развиваться только в атмосфере доброжелательности, любви и получает такое качественное внимание, чего часто в обычной школе он бывает лишен. Для знакомства со своими методиками онлайн-школа Дом знаний предлагают поучаствовать в бесплатном недельном курсе обучения с лучшими педагогами, причем по всем предметам. После чего по запросам учеников составляется индивидуальная программа и начинается комплексное обучение. Еще одним преимуществом такого формата является то, что дети имеют возможность правильно организовать свое время и освобождать вечера для прогулок или дополнительных занятий по интересам. Любой зарегистрированный пользователь неделю получает бесплатное обучение согласно той системе регистрации, которую он захочет. Либо это по предметам обучения, либо обучение без зачисления, когда ребенок может совмещать обучение в классической школе и у нас, используя нашу платформу для того, чтобы улучшить свои знания. Или же полное зачисление с передачей документов, собственно говоря, в наше видение. Алина Багилова, Муса Салгиреев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Пять километров до школы пешком, да еще и по бездорожью. Именно так вынуждены добираться к знаниям дети из дачного общества «Аграрник» в Хасавиртовском районе. Родители отчаянно выпрашивают у власти транспорт для безопасной доставки детей до образовательного учреждения, а школьники готовятся преодолевать своеобразную полосу препятствий. Что об этом думают в администрации, если свет в конце туннеля? Смотрите в следующем сюжете. Любой пьяный, нетрезвый, без документов человек может проехать, забрать, уфаковать ребенка, и никто об этом не узнает. Это самый такой, не знаю, как в фильме говорится, 13-й район. Он никому не нужен. Здесь нет никаких условий, и мы никому не нужны. Терпение отчаянных мам на исходе – проблема, которая уже более 10 лет никак не двигается с мертвой точки. Начало учебного года здесь не ждут, а опасаются. Проходить этот ежедневный утренний квест по кочкам и колдобинам детям не под силу. Да и для родителей думать о том, как ребенок пройдет эти злочастные 5 километров – занятие нервозное. Платить за каждого ребенка по 20 рублей жители поселка не в состоянии. Дело в том, что большая часть местного населения находится за чертой бедности. Почти каждую семью обеспечивают благотворительные фонды. Восемь мальчиков, у меня шестеро ходят в школу, маленькие двое не ходят. Остальные ходят. Конечно же, тяжело нам, без транспорта выделили бы, хорошо было бы. Сегодня я скажу мамочке, дай мне 2 800 сделать эту дорогу. Ни у одной матери нет денег. Школу собирают детей в фонды. Это 50-60% самые нищие люди в моем поселке живут. С кого я соберу эти деньги? 5 детей у одной матери ходят в школу. 20 рублей туда, это 100 рублей туда и 100 рублей обратно. Откуда возьмет мать, которая 5 детей собрала в школу через инсан, соберет эти деньги? С этой проблемой родители обращались во все инстанции. Писем у них целая папка, но результата пока нет. Чтобы выяснить, будет ли, мы пригласили на встречу с местными жителями представителя управления образованием города Хасавюрта. Этот вопрос никто в сторону не убрал. Этим вопросом сегодня также занимается очень много школ, которые также нуждаются в автобусах, но их нет. Как будет автобус? Мы обязательно дадим вашей школе. Но сегодня вам сказать, что я завтра вам автобус, мы выдадим, чтобы ваши дети ездили, мы не можем вам сказать. Причина томительного ожидания в том, что эта земля в 90 гектаров не имеет правового статуса. Формально она находится в составе Хасавюртовского района, но юридически является землей федерального значения, так как относится к лесному фонду. Кроме вопросов с транспортом, здесь целый букет проблем. Нет воды, света, да и дороги оставляют желать лучшего. Каждая болевая точка этого места упирается в то, что у поселка нет правового статуса. Этим вопросом не первый год занимаются в администрации района. Федеральная земля, это не республиканский лесной фонд, вывести из лесного фонда и перевести это на уровне правительства Российской Федерации решается вопрос. Мы все правовые документы, которые нужны, мы подготовили, возродили садоводческое общество, оградник, они сами жители возродили правовое общество. По рекомендации, обращение было к прокуратуру, прокуратура отдала свои рекомендации, эти рекомендации тоже выполнили и были отправлены соответствующие письма в комитет лесного хозяйства. Все документы со стороны администрации района отправлены. Теперь остается ждать решения федеральных властей. И только после получения правоустанавливающих документов на эти земли здесь станет возможным обустройство всей необходимой инфраструктуры. Что касается главной проблемы местных жителей на текущий момент – обеспечения транспортировки детей до школы, то в районной администрации нас заверили, что соответствующая заявка в Минобор уже отправлена. Однако уже завтра, 1 сентября, а вопрос, увы, все еще не решен. Хадижа Курбанова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Хасавюртовский район. На неделе в Махачкале произошла страшная трагедия. Из-за пожара в жилом пятиэтажном доме погибли пять человек, в том числе четверо детей. Наши корреспонденты побывали на месте событий, чтобы выяснить подробности. Возгорание произошло на четвертом этаже пятиэтажного дома, примерно в 9 часов вечера. В этой квартире находились двое детей и их дедушка. На помощь прибежали соседи. Вывести дедушку удалось, а вот к детям поступиться уже не представлялось возможным. Они погибли от полученных ожогов. Я на балкон выскочила, смотрю, горит. Естественно, такой ажиотаж. Быстренько начали по соседям. Племянник бросился сюда, в квартиру. Вышел этот старик, ну, дедушка ихний. Вышел, ну, он спросоний или что потом, потом, говорит, там дети. Уже зайти не получалось. Как он оттуда вышел, чуть-чуть обгоревший, говорит, был, племянник рассказывал. Потом они начали, кто-то еще из ребят, соседи услышали, прибежали сюда. Да, они начали ведрами тушить. Зайти не могут, тушат все это. В общем, был кошмар какой-то. Деревянная пристройка к балконе этой квартиры сгорела полностью, как и вся внутренняя часть квартиры. Огонь с четвертого этажа перебрался на пятый этаж, и жильцы этой квартиры погибли. Их было трое, мать и двое маленьких детей. Как мы видим, внутри стены почернили от дыма огня, что, вероятно, и послужило причиной их гибели. По словам очевидцев, мать с двумя детьми на пятом этаже не спали. Соседи стучались в эту квартиру и слышали звуки. Но причина, по которой 23-летняя женщина так и не смогла открыть дверь, остается неизвестной. Остальные квартиры в этом доме не пострадали. Лишь в подъезде стоит едкий запах гари. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия для установления причины возгорания и очага. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Опрошены очевидцы. Проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Полностью пожар сотрудники МЧС потушили приблизительно к 10 часам ночи. Специалисты в очередной раз призывают родителей не оставлять детей без присмотра, регулярно проверять наисправность в жилом доме, газовое оборудование и электропроводку. Малейшая оплошность и невнимательность в этом деле может стоить жизни совершенно невинным людям. Хамзанур Магомитов, Мусас Алгирев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Острова, только не райские, а мусорные, из пластиковых отходов. Образовались они не где-то у берегов Индии, а в Дагестанских горах. Некоторые районы республики оказались в шаге от экологической катастрофы. Многие скалы буквально завалены мусором. Бытовые отходы умножились настолько, что уже мешают работе всех горных гидроэлектростанций. О том, кто ответственен за водоплавающий мусорный коллапс и какое есть решение у проблемы, узнавала Патимат Ханапова. О, ребята, сейчас я вам такое покажу. Какой ужас. Я такого никогда не видела. От лирики к реальности. От лирики к реальности, так комментируют приезжие туристы, увиденные. Сначала они любовались красотами природы, гостеприимством местных и даже не подозревали, что после им предстоит лицезреть здесь мусорные острова. Первое впечатление первых дней абсолютно просто уничтожило в какие-то моменты. И скажу вам так, что нам тяжело приходилось отходить от этого. То есть ты это увидел, и ты не можешь это развидеть. И тут же переключиться на пасущихся лошадок в лугах. Пластиковые бутылки, пакеты, огромные бревна и даже бытовая техника. Регулярно на водохранилищах скапливаются тонны мусора. Периодически их прибивают к плотинам ГЭС. И если вдруг в турбину попадет что-нибудь крупное отсюда, то и до техногенной катастрофы недалеко. У нас был случай, когда две секции этой решетки были деформированы. И в этой связи нам проходилось почти полтора месяца останавливать станцию и выполнять ремонтные работы. Поэтому мы всегда стараемся избежать вот таких случаев. И вовремя собирать этот мусор. Около 700 тонн мусора вывезли отсюда еще в июне. Сетут представители Русгидро. Это хвостовая часть Гацетлинского водохранилища. Всего за два месяца тут снова образовался мусорный остров. Я сейчас нахожусь на так называемых боновых заграждениях. Они способствуют задержанию этого мусора, чтобы он не доходил до водоприемника электростанции. В компании уверяют, что делают все возможное. Однако принимаемые меры дают только временный эффект. Да и в целом это вовсе не их обязанность. Все водоемы и водохранилища являются федеральной собственностью. Следовательно, ответственность за все, что в них происходит, должен нести Росприроднадзор. Власти тут иногда проводят субботники, но на этом борьба с мусором чаще всего и заканчивается. В рамках нашей компетенции мы можем организовать только субботник с участием волонтеров, работников Министерства природных ресурсов. Остальные вопросы – надзор у Росприроднадзора, федеральные органы и муниципальные органы. Откуда же все-таки берутся эти тонны отхода? В истоке мусорных риг, высоко в горах. Эксперты говорят, причина всей – это экологическая катастрофа в нерешенности проблемы, вывоза и утилизации мусора в горных районах Дагестана. Отчего местным жителям легче по традиции выбрасывать мусор в такие ущелья и овраги, после чего с первыми дождями этот мусор утекает в реки. Это живописное Купинское ущелье невольно превратилось в пристанище для мусора. Такая картина встречается практически в каждом ауле Дагестана и бросают сюда отходы люди без зазрения совести. Тем временем жители негодуют. А что им делать, если нет специально отведенной площадки для этого и мусорных баков? Не в домах же хранить. В свою очередь местная власть отмечает, они бы с радостью организовали работу по вывозу отходов и установке контейнеров, но нет финансирования. Самое идеальное решение было бы, например, установить урны, вывозить мусор на утилизацию. Это все не в наших силах, потому что мы не имеем средств. Возможности нет. Здесь сжигаем мусор. Год несколько раз приводим в порядок, чтобы меньше вреда природе было. Своими силами то, что мы можем, мы делаем. Ясно одно. Чтобы решить эту проблему, нужен комплексный подход. Люди, в свою очередь, должны проявлять сознательность. Муниципалитет обеспечить вывозы и утилизацию мусора в селах. Минприроды и Росприроднадзор искать пути решения. Но, судя по этой пугающей картине, многие ответственные за это свой долг до конца не выполняют. Переваливая вину друг на друга. Как говорится, овоз и ныне там. Ватимат Ханапов, Мусас Алгиреев, Новости ННТ. От долгов ни скрыться, ни уехать. Махачкалинские приставы совместно с работниками налоговых органов и сотрудниками ГИБДД провели рейды по выявлению должников. Неплательщики были вынуждены оплачивать задолженность прямо на месте. Насколько эта процедура повысила процент взыскания штрафов, узнаем в следующем сюжете. Проспект имени Расула Гамзатова. Вечером это одна из оживленных улиц города. Работает несколько экипажей. Пока одни отслеживают поток и выявляют автомобили должников, другие останавливают машины. Мы проверим, если у вас нет налогов, то я не беспокойно. Налоги, алименты, кредиты и неоплаченные штрафы. В этот день отделаться простой проверкой документов у водителей не получилось. Каждого на месте проверяют по специальной базе по словам инспекторов, внедрение системы дорожных приставов значительно повысило процент взыскания штрафов. За только август месяц у нас увеличилось взыскание денежных средств на рейдах на 58%. Мы взыскали более 10 миллионов рублей. И окончание исполнительных производств на 38%. Мы окончили около 13 тысяч исполнительных производств. Рейд носит профилактический характер, так как многие даже не знали о своих долгах. Самое частое нарушение – неуплата налогов и штрафов по линии ГИБДД. Всего в ходе рейда взыскано 887 тысяч рублей. В случае, когда должники отказывались платить по счетам на месте, приставы арестовывали их имущество – от телефонов и антирадаров до автомобилей. Мы можем арестовать имущество, в том числе изъять автомобиль. Как вы заметили, здесь у нас дежурит эвакуатор. Даже одну машину вот только что недавно остановили. Это был у нас, правда, должник по взысканию алиментных платежей. Вот как раз на рейде такой злостный неплательщик алиментов у нас не попался. И вот сейчас вот эта машина как бы приехала. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, говорят инспекторы, лучше заранее проверять все возможные неуплаты. Сделать это можно через официальный сайт судебных приставов или на портале госуслуги.ру. Чуть-чуть сознательность побольше нашим людям было бы хорошо. Оплачивали не тогда, когда доходит материал до судебного пристава, а на начальной стадии. До судебного пристава у них получается проблемы на ограничение на все действия, регистрацию, на счет, со счета, с пенсии снимают. Очень много проблем возникает. Лучше не доводить, конечно, до этого. Рейды проходили одновременно в 48 точках в районах и городах республики. Управление Федеральной службы судебных приставов предупреждает, что подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Защита докторской диссертации по исламским наукам впервые прошла в Дагестане. Такого события еще не было ни в одном регионе Северного Кавказа. Четверо дагестанцев представили свои исследования научному совету о том, как проходила защита, и о ее результатах расскажут мои коллеги. Ахмад Исаев, более известный в религиозной среде, как Ахмад Гудеберинский, защищался первым. Он представил свою работу на арабском и русском языках. За время богословской практики у него вышло 11 различных трудов по исламским наукам. А к защите докторской диссертации на тему расставщичества в контексте социально-экономических проблем общества, соискатель готовился целый год. Не было достаточно взять материал из тех книг, с которыми я работаю всю свою жизнь. Мне пришлось листать очень много светских книг и прошел светского направления. Вот эти анализы, сравнения, это все, конечно, это немного осложняло работу. Ахмад Исаев делится, что тему расставщичества выбрал не случайно. Эта проблема на сегодняшний день затрагивает практически каждого. Несоответствующие нормам шариата правила игры, действующие в мировой банковской системе, подчас загоняют людей в кабальную зависимость и приводят в банкротство их бизнес. Еще пророк Алай Салатасов сказал по этому поводу, никто из людей, он не занимался долго расставщичеством, кроме как, в конце концов, он в конце остается очень малым имуществом и остается в банкротстве. Мусульманам это известно, почему в разных местах, в разных странах в конце концов приходят и даже большие такие огромные банки, в конце концов, они несут такие банкротства и кризисы. Альтернатива этому – исламский банкинг, который старается работать на благо людей, не обременяя их, исключая обман, а значит, принося пользу государству. Именно такие банки меньше подвержены рискам и кризисным явлениям в экономике, отметил Богослов. Есть альтернативные такие проекты, как я недавно перечислил, Мудараба, Мурабаха, эти тоже такие проекты, которые не отстают от других, как кредиты под проценты для выживания этих банков, например. Вот что спасает исламских банков от таких подобных кризисов. На защите присутствовали члены диссертационного совета из 22 человек. Это доктора наук и профессора известных вузов. Среди них были и зарубежные учёные, которые вышли на связь из арабских стран в режиме видеоконференции. По завершению выступления соискателю задали дополнительные вопросы по теме, затем тайным голосованием вынесли итоговое решение. Результатом тайного богослования Исаеву Ахмеду Магадирасунычу присваивается богословское учёное звание доктора исламских наук. Поздравляем! Он один из тех, кто в совершенстве владеет арабским языком. И его диссертация «Растовщица Ториба» была на стыке светских дисциплин и исламской философии. Поэтому это была одна из хороших защит, которые сегодня зафиксировали члены учёного совета и вообще сегодняшняя защита, которая была проведена. Сегодня свои докторские диссертации по исламским наукам также защитили и получили научную степень ещё три дагестанца – Исинбулат Яхьяев, Рашид Алимурадов и Газимагамед Абакаров. На Северном Кавказе это событие поесть не уникальное и прошло оно под эгидой Дагестанского исламского университета имени шейха Мухаммада Арифа, который получил соответствующую лицензию и теперь может самостоятельно оценивать уровень богословов. Надеемся на милость Всевышнего Аллаха, на помощь Всевышнего Аллаха, что в будущем ежегодно будем выпускать, готовить выпускать всё новых и новых докторов исламских наук. Специалисты отмечают, что провести защиту докторской диссертации и значительно поднять уровень исламского образования в Дагестане удалось благодаря инициативе и содействию Муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. И теперь для этого, как отметил ректор исламского университета, российским студентам уже нет необходимости, как прежде, выезжать в другие страны и дальние регионы, чтобы получить научную степень в богословской сфере. Сейчас всё это можно будет проводить прямо в Дагестане. Хамзанур Магмедов, Муса Салгирев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин